Всем привет, чуваки, с вами снова Лёха, и тут неделю назад кое-что произошло. Я купил себе вот такую штуку, знаете, чё это? А-а-а, это iPad с Apple Pencil. Прошла неделя, я, в принципе, пририсовался, и теперь могу вам сказать вообще, для чего эту штуку художнику, и стоит ли её покупать. Погнали! Так, значит, я приобрёл себе iPad Pro 9.7. Да, он достаточно старенький, но при этом он достаточно топовой комплектации, и работает он, я вам скажу, просто прекрасно. В отличие от того iPad, который я кастомил раньше, потому что вот он действительно старый, а этот ещё могёт, всё работает прекрасно, прокреет, просто летает, поддерживает большое количество слоёв, рисовать просто одно удовольствие. Но поддерживает он только Pencil первого поколения. До этого планшета я использовал обычную досочку XP-Pen, рисовал в SAI, ну и, в принципе, тот планшет, который у меня был до этого, вообще был предназначен изначально для игры в OSU, но никак уж не для рисования, потому что он действительно очень маленький, и поначалу просто дико неудобный. Также у людей может возникнуть вопрос. Лёха, почему ты не взял себе графический монитор, а именно iPad? А я отвечу на него очень просто. Мне нужна мобильность. Я не хочу привязывать себя к ПК. Я хочу рисовать, допустим, в автобусе, если я еду, я еду там в любом другом транспорте, я зашёл в какую-то кафешку посидеть, я могу рисовать. К тому же iPad это не только графический планшет, это полностью устройство для потребления контента. Тут можно сидеть в соцсетях, можно смотреть видосики, можно выкладывать прям с него эти видосики. Блин, iPad это прикольно. Это не только штука для рисования. На ПК я рисовал в программе Саи, тут же я рисую в Procreate. Я вам скажу так, Procreate для меня более прикольный, чем тот же Саи на ПК. Ибо то ли я просто тупой, то ли не знаю, кто тупой, но я не мог вообще найти нормальных кистей для Саи. Я рисовал обычным стандартным карандашом. Все, сколько, три года, что я рисовал на этом планшете, всегда стандартным карандашом. Тут же, прям с покупки, у тебя просто гигантский набор кистей. Так их еще можно найти в интернете. У тебя будет вообще полный арсенал. Можешь делать все, что угодно. А особенно неоновые кисти. Неоновые кисти это просто моя любовь. Человек, который изобрел неоновые кисти, боже. Я надеюсь, тебе просто в раю будут вообще все давать. Потому что неоновые кисти это просто прекрасно. Действительно, я не мог на ПК сделать даже подобного эффекта. Я не мог просто найти что-то похожее на такие кисти. А тут она просто в стандартных кистях при покупке этого приложения. Да, я понимаю, что Саи это бесплатный софт. А Procreate стоит, ну, как бы 900 рублей. Но, ребят, вы покупаете устройство минимум за 40 тысяч рублей вместе с ручкой. Поэтому, зачем вам покупать что-то бесплатное? Ребят, алло, 900 рублей при такой покупке потратить это, ну, не такая уж и ощутимая, как бы, сумма. Начнем с этого. Я отдал за сам планшет, пенсил, чехол, Procreate и прочь софт, который мне нужен, примерно 50 тысяч рублей. Поэтому я понимаю, что 900 рублей за программу это немного. Причем за программу с подобным функционалом. Да, но есть и минусы. Нам обещали полноценный, полноразмерный фотошоп для iPad. Но, по факту, это просто максимально урезанная какая-то херня. Это вообще не похоже на фотошоп. И подписка у него стоит как раз-таки те же 800 рублей в месяц. Что, ну, ребят, это подписка на фотошоп, который, по факту, даже не фотошоп. Это бред. Также, наверное, одним из минусов будет то, что iPad достаточно нелегкое устройство. Он действительно весит много. Он прям такой весистый. Особенно, если вы напялите на него полноразмерный чехол, который будет закрывать и экран, и задник. Еще в нем будет отделение под пенсил. То это вообще просто какая-то статонная штука. Но эти минусы все-таки покрываются его функционалом и его возможностями. У меня LTE-версия на 256 гигов. И для меня это просто прекрасная вещь. Потому что я независим от Wi-Fi. Я могу пользоваться интернетом, где я захочу. То есть выкладывать как раз-таки свои работы. И просто делать всякие прикольные штуки с ним. На самом деле, многие художники как раз-таки полностью переходят на iPad с графических планшетов, с графических мониторов. Из-за того, что я сказал ранее. А именно мобильность. Ты не привязан к одному месту. У тебя нет кучи проводов. У тебя нет никаких-то там всяких настроек, прочего драйверов. Ты просто подсоединил стилус к планшету. И все. У тебя в принципе готова полностью переносная мобильная рисовательная станция. В которой ты можешь делать что ты захочешь. Хоть ты пиши иллюстрации на заказ. Хоть ты тут анимацию делай. Хоть ты какие-то легенькие простенькие дизайны. Прочие штуки. Тут можно делать что угодно. Серьезно. Да и допустим тот же иллюстратор. Если вы рисуете в векторе. Тут достаточно неплохо. Но все равно у иллюстратора подписка тоже что-то в районе 700 рублей в месяц. Что конечно не очень дешево. Просто тут логика в чем. Procreate стоит 800 рублей всего. То есть разовая покупка. Ты его купил и пользуйся сколько им хочешь. А вот как раз таки уже с Adobe софтом. Ну такое себе. Такое себе. Да и плюс если честно. Мой ПК уже не очень-то вытягивает какие-то большие работы. То есть там 4х4 тысячи пикселей. Это уже очень так сомнительно в плане рисования. Оно подлагивает. Оно смотрится не так. А iPad вообще без разницы. Вот эта картинка которую я сейчас сделаю как раз таки для видоса. Она 3.5х3.5. И все прекрасно. Вообще ни одного лага. Ничего. Все просто максимально круто. И максимально хорошо. Я действительно ни разу пока что не пожалел о покупке данного устройства. Я в принципе давно хотел взять себе iPad чтобы на нем рисовать. Но что-то у меня не доходило руки. Да и как-то бюджет не очень позволял. А тут я такой что-то... Ладно. Все. Все. Собрался и купил. Ну вот как-то так. Теперь в принципе. Я могу сделать стикер пак который хотел очень давно. По факту не привязывая себя к одному месту. Я могу поехать вкрас, сесть в кафешки, сидеть рисовать. Бац. Стикер пак готов. Осталось только его распечатать. Также один из главных плюсов это то что я могу рисовать эскизы сразу на iPad. И сразу же их печатать для холстов. Это просто мега удобно и мега круто. Не надо возиться с ПК. Не надо возиться с перекидом. Просто взял, скинул на принтер, распечатал и рисую себе холст спокойно. Как-то так. Ну короче чуваки. Как-то так. В принципе могу вам сказать что iPad это полезная прикольная штука если вы диджитал художник. Если вы не диджитал то ну не знаю тут уже думать только вам. Брать или не брать. В принципе своих денег данная штука стоит. Всем спасибо за просмотр. С вами был Леха. Подписывайся на канал. Пиши свой комментарий. Ставь лайк. Тыкай колокольчик. А я погнал. До следующего ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok